Настало время подвести информационные итоги рабочих будней в эфире неделя в Тагиле в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте! Вначале коротко об основных темах. Малахитовая линия появится в городе. Это специальный туристический маршрут. Какие достопримечательности будут смотреть гости Тагила? Цирк все-таки закроют на ремонт. Министерство культуры России приняло такое решение. Деньги будут выделены уже в этом году. В выходные им только снятся. Фок президентский на финишной прямой. О тех, кто строит центры, откуда приехали и почему этим гордятся – специальный репортаж. День города впереди. Как будем встречать главный праздник Тагила в рубрике «Прямая речь». Гость студии сегодня – замглавы города Валерий Суров. В начале программы о событиях пятницы. Гости Нижнего Тагила будут ходить по Малахитовой линии. В конце лета в центральной части города появится специальный туристический маршрут. Сегодня его готовность проверил глава города. Какие недочеты всплыли и когда появится Малахитовая линия? Узнал наш корреспондент Антон Исаев. Сергей Носов прогуливается по проспекту Ленина. К концу августа здесь будет проходить Малахитовая линия – специальный маршрут, разработанный для гостей города. Но прежде чем рисовать зеленую полосу, надо подготовить пешеходные зоны. Сейчас даже не везде лежит асфальт. Причина бездействия, уверен мэр, – нескоординированность городских служб. Письмо написал, а другое письмо не получал. Глава города специально собрал представителей администрации района управления городским хозяйством. На месте он дает конкретные установки по богоустройству пешеходной зоны. Отвалившуюся плитку убрать, дыры заделать, работы предстоит много. Глава города признается – это первая попытка цивилизованной организации туризма в городе. Вы знаете, вот первый, блин, комом. Так и получается. Потому что пройдя по маршруту, наверное, лучшему туристическому маршруту, как мы его понимаем, он на самом деле интересный. Мы видим, мы смотрим с вами на наш город, на этот маршрут уже глазами туристов. И понимаем, что еще много предстоит сделать. Малахитовая линия – проект, разработанный Центром развития туризма города. Его создали в первую очередь для гостей выставки вооружения. Практически 6 километров пути и 25 точек на карте – места, которыми Тагива гордится. Подобные линии существуют во многих городах мира. Да, в какой-то степени это аналогичный проект. Мы опирались на опыт как из зарубежных стран, так и Российской Федерации. И все самое лучшее собрано именно в нашей Малахитовой линии. Такой нет ни у кого. Пользуясь случаем, главе города презентовали амбициозный проект по благоустройству исторического центра города. Авторы идеи предлагают воссоздать целый квартал за зданием Краеведческого музея. Идея градоначальнику понравилась, но конкурс на реализацию еще не запущен. Антон Исаев, Михаил Куриков, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Нижний Тагильский цирк все-таки закроют на ремонт. Министерство культуры России приняло такое решение. Деньги будут выделены уже в этом году. Сегодня Росгосцирк. Нужно принять решение руководству Росгосцирка. Как быстро они организовывают конкурс и как они быстро рассчитывают и планируют провести ремонт. Мы готовы им всячески помогать. В понедельник я встречаюсь с генеральным директором Росгосцирка России, товарищем Гогловим. Мы будем обсуждать эти вопросы. Городские власти будут настаивать, чтобы новый сезон в сентябре 2016 года цирк начал в отремонтированном здании. Глава города готов лично курировать ход работы и освоение бюджетных средств. В выходные им только снятся. Полным ходом идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Трудятся десятки профессионалов своего дела. Откуда они, как справляются с работой и какую ответственность несут за качество. О строителях ФОКа специальный репортаж Дарьи Хнычкиной. Эта работа только для настоящих мужчин. Так говорят строители физкультурно-оздоровительного комплекса. Еще год назад мало кто мог представить, что здесь воздвигнут спортивный центр мирового уровня. Теперь остались последние штрихи и двери нового ФОКа откроются. Фасад почти готов. Создают условия для пешеходов и автомобилистов. Сначала оболок уставляем, потом бордюры, а потом уже зад заливаем. По технологии, немецкие технологии. Колонны, установка, палки, связи, сэндвич-панели, нащельники, угловые нащельники, плюс крылечки. И все это делаем мы, фирма СМУ-1. Работа кипит и в самом комплексе. Корт ограждают стеклом, ставят перила для трибун. Проводят электричество там, где его еще не хватает. Все, что верить, все, что свечить, все сделано. На самом деле это все не сложно, просто это стоит иметь делать. И нужна ответственность, своя специальность. Это требовательное отношение и хорошее умение принимать материал. Сначала было сложно, сейчас легко. Ради одного дела сплотились не только тагильчане. Сюда приехали мастера своего дела из Екатеринбурга, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Северной Кореи. Работают по 12 часов в сутки. И многие даже без выходных. К примеру, Вячеслав. На нем внутренняя отделка спортивных залов. Успеть, говорит, нужно до 20 августа. Нормально. Так даже лучше не хватает времени тратить на глупость. Зарабатывать деньги. Тем более машину еще надо сделать. Кстати, на стройке нужны не только мужские руки. Трудится и слабый пол. Именно благодаря им вокруг физкультурного комплекса расцветет зеленый сад. Мы не только землю выравниваем. У нас в бригаде еще мужчины. Они землю ее привозят. Сюда высыпают. Они ее вперед раскидывают здесь. А мы ее потом разравниваем. Все эти камушки, траву, все вот это отделяем, чтобы просто земля была под посадки готова. Когда-нибудь, говорят рабочие, они будут рассказывать о строительстве фока своим детям и внукам. Как красили и шпаклевали здесь стены, выкладывали плитку, асфальтировали въезд. Многие понимают всю важность общего дела. Сами ждут, когда увидят конечный результат своего труда. Каждое утро на работу с улыбкой. А как? Зато вот у меня сейчас ребенок есть, родилась дочь. Сейчас подрастет, сюда будут ходить. Будут спорным заниматься. Если бы нас пригласили на открытие, мы бы с удовольствием побывали. Ну, я думаю, что это не последний объект в Нижнем Тагиле. Может быть, еще и попадем. Конечно, мы приедем еще. Дарья Хнычкина, Александр Штраух, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Свой праздник будут отмечать завтра работники железной дороги. Первое воскресенье августа в России – День железнодорожника. В Нижне-Тагильском регионе Свердловской железной дороги трудятся 9 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи жителей нашего города. Торжественное собрание в честь праздника прошло сегодня во Дворце культуры имени Гагарина. Мы отмечаем в пятницу, поздравляем всех, давая возможность отметить этот праздник воскресенья по-семейному. Я думаю, что уже во многих семьях это превратилось в семейный праздник. И я думаю, все с пользой и радостно проведут этот день. Геннадий Маренков передал собравшимся поздравления и наилучшие пожелания президента РЖД и начальника Свердловской железной дороги. Как было отмечено, по многим показателям Нижне-Тагильский регион одно из лучших подразделений дороги. Наиболее отличившимся сотрудниками и заслуженным ветеранам вручили благодарственные письма, грамоты, именные часы. От имени главы города железнодорожников поздравил руководитель Тагилстроевской администрации Геннадий Демьянов. Накануне праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника состоялись на привокзальной площади. Силами артистов ДК Гагарина для жителей города был организован концерт. Завершал его красочный флешмоб. Это модная на сегодня такая форма привлечения внимания к различным праздникам и к различным акциям. Мы решили попробовать впервые. Ни разу мы еще такого не пробовали. Хотим, чтобы наши пассажиры разделили с нами радость праздника. С инициативой проведения акции выступила молодежная организация Нижне-Тагильского региона дороги. Участниками флешмоба стали сами сотрудники и все, кто пожелал к ним присоединиться. Вечернее время было выбрано специально, чтобы привлечь как можно больше людей. По мнению железнодорожников, праздник удался. Тагил глазами художников. В Музее изобразительных искусств открылась выставка, посвященная Дню города. Многообразие тагильского искусства оценил наш корреспондент Антон Исаев. Несколько десятков произведений показывают Тагил с необычной стороны. В трех залах собраны живопись, культура, прикладное творчество. И каждая работа посвящена любимому городу. Эксперты уверены, эта выставка – достижение Тагильской школы искусства. А то, что Тагильская школа – это особая школа, об этом говорить не приходится. Мы это из раза в раз повторяем. Это очень общепризнанный факт. Организаторы разделили экспозицию на несколько блоков. Самый большой посвящен живописи. Представлены как виды города, так и небольшие натюрморты. В соседнем зале стоят два шкафа. Каждый гость обратил на них внимание. Мимо больших деревянных голов трудно пройти. Выставка безумно красивая. Я очень рада, что у нас в Тагиле есть талантливые люди, которые действительно хорошо рисуют, творят, просто создают красоту и радуют других людей. Организаторы выставки признаются, в этом году пришлось проводить строжайший отбор. В отличие от прошлых лет, желающих представить свои работы было достаточно. В планах – увеличение площадей, чтобы разместить все произведения. Надо, так сказать, художникам сегодня сосредоточиться и на том большом празднике, который ожидает нас впереди через несколько лет. Ведь мы, в общем-то, готовимся уже к 300-летию Нижнего Тагила. Антон Исаев, Александр Штраух, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Собери макулатуру, сбереги дерево. Акцию под таким названием проводит отдел по экологии и природопользованию городской администрации. Преследует она две цели. Охрана окружающей среды и помощь бездомным животным. Машины стоят в разных точках города, на проходных местах, на людных, чтобы народ видел. Приносили макулатуру. Журналы, газеты, книги, картонную упаковку. Любая макулатура, которая есть. Там же ее взвешивают, грузят в автомобиль. Один рубль с каждого собранного килограмма поступает в приюту четыре с хвостиком. За неделю проведения акции удалось собрать почти одну тонну макулатуры. В прошлом году за три недели тагильчане сдали 880 килограммов. О месте и времени работы автофургонов можно узнать в отделе по экологии и природопользованию по телефону 4212-92. Перед тем, как подвести итоги недели, экстренное предупреждение от Уралгидромета. В Свердловской области ожидаются дождливые выходные. 1-2 августа в отдельных районах сильные ливни, грозы с крупным градом, шквалистые усиления ветра, возможно повреждения кровли, здания, линии связи, электропередач, повал деревьев. Будьте аккуратнее. А наша программа продолжается. Впереди и тематические рубрики. Обзор событий недели и прямая речь. Гостем студии будет заместитель главы города Валерий Суров со своим взглядом на неделю. Оставайтесь на Тагил ТВ. Неделя в Тагиле продолжается в студии Аллы Кузнецова. И настало время вспомнить, что изменилось в Нижнем Тагиле за последние пять дней. Самые значимые и интересные темы недели смотрите в обзоре. На нефтебазе «Газпромнефть» пожар. Горел резервуар с остатками топлива. Жителям Тагилстроя рекомендовано было не выходить на улицу и закрыть окна. Локализовать пламя удалось достаточно быстро. На другие резервуары огонь не перекинулся. Пошел в лес за грибами, а нашел череп. Житель Тагила обнаружил странную находку в лесном массиве вдоль Серовского тракта. Экспертиза определила, кости человеческие ведется расследование. Три века висимской истории. Поселок отпраздновал свой юбилей трехсотлетия. Сейчас он один из центров притяжения туристов со всей России и даже за рубежом. Белосиние тельняшки также в выходные отмечали свой праздник – День военно-морского флота. Из-за реконструкции набережной для митинга нашли новую площадку у клуба юных моряков. Вслед за боевой тревогой учебная, отработав накануне на горевшей нефтебазе, во вторник противопожарные службы города провели учения на станции Сандоната. Впервые в них приняли участие казаки. Тагильские КВНщики с триумфом вернулись из Светлогорска. Впервые за последние 10 лет команда из Свердловской области принимала участие в фестивале «Голосящий Кивин». Эфир на Первом канале. Смотрите осенью. В гостях у садоводов глава города приехал вместе с членами жюри конкурса на лучший садовый участок. Самых достойных выберут из 30 кандидатов. Судьи удивляют диковинными деревьями и дизайнерскими зонами отдыха. Нижний Тагил станет первым городом в Свердловской области, где построят доступное жилье. В августе компания «Аэстрой» получит деньги на реализацию первого этапа федеральной программы. Начнут застройку жилого микрорайона Александровский. Председателю областного правительства показали новые возможности полигона «Старатель». Там прошел областной оргкомитет по подготовке к выставке вооружения. К военному форуму появится еще одна трибуна. Будет больше техники. Город также готов встретить многочисленных гостей. Массовая зачистка города от незаконной рекламы продолжается. Теперь в поле зрения администрации города попали алкомаркеты. Взялись за сеть «Красное и Белое». Первым лишился конструкции на фасаде магазин на газетной. В новой поликлинике в Дзержинском районе начался монтаж оборудования. Медучреждение станет ультрасовременным. Начнет работать уже в начале следующего года. Правительство области определило в Нижнем Тагиле еще один объект культурного наследия. Им стал магазин «Мозгунова». Этот архитектурный памятник в стиле конструктивизма признан образцом бытовой общественной культуры Урала периода 20-х годов XX века. Взяли краски и разрисовали стены. Занимаются они вандализмом. Тагильчане принимают комиссию городского конкурса «Лучший дом, двор, подъезд». Он приурочен ко дню города. На участие заявились 30 дворов, 17 домов и 23 подъезда. Некоторые участники сразу нескольких номинаций. День города впереди. Как будем встречать главный праздник Тагила? И какие подарки получат тагильчане? Об этом и других темах недели в рубрике «Прямая речь». Гость студии сегодня замглавы города Валерий Суров. Буквально через минуту он в нашей студии. Гость рубрики «Прямая речь» сегодня заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Здравствуйте, Валерий Георгиевич. Добрый день, Иван. Добрый вечер, дорогие тагильчане. Валерий Георгиевич, по традиции к обсуждению предлагаю несколько актуальных на сегодняшний день тем. И одна из них – это подготовка к новому учебному году. Сейчас как раз идет приемка образовательных учреждений. Специальные комиссии посещают, смотрят на правила пожарной безопасности, Роспотребнадзор. Расскажите, как идет этот процесс, сколько уже принято образовательных учреждений, и скольким еще предстоит эта процедура. Да, действительно, комиссия работает у нас уже давно. Принять нам необходимо будет 63 образовательных учреждения, как раньше мы называли школы, 10 объединений дошкольного образования, это 176 зданий только. Это 16 учреждений дошкольного образования. Но я уже не беру, у нас еще есть учреждения культуры, 16 учреждений физической культуры и спорта. Все эти учреждения подлежат на сегодняшний день, скажем так, приемке комиссионной готовности их к началу учебного года для работы с детишками. Учреждения приняты у нас, учреждения культуры практически на 100% приняты, учреждения физической культуры и спорта приняты на 80%, учреждения образования, это самая большая, скажем так, отрасль у нас, учреждения приняты процентов на 80%. Основные замечания у нас в этом году, они, конечно, незначительные, но это замечания по линии ГИБДД, это все, что касается, скажем так, прилегающих территорий к образовательным учреждениям, это освещение, это дороги, это пандусы, это новые знаки, в связи с тем, что вступили, скажем так, новые законы, которые определяют замену знаков на приезжающих путях в школу. Поэтому вот этим всем нам приходится заниматься. И, в общем-то, у нас те графики и сроки, которые определены сегодня постановлением главы города, они, в общем-то, выполняются, мы идем в графики и до 15 августа мы должны будем принять все образовательные учреждения, за исключением одной школы, мы уже это говорили с вами, это 56-я школа, которая в этом году двери не откроет для детей. Сейчас идет процесс комплектования детских садов. Давайте расскажем телезрителям, сколько ребятишек у нас пойдут в детские сады с сентября месяца, и сколько все-таки еще очередь составляет в городе. Ну, в детские сады у нас, да, действительно, летний период, мы выводим детей, заводим, комплектуем новыми, новые группы. В общей сложности до 1 сентября у нас зайдут в детские сады порядка 319 детишек, они стоят в очереди, это дети от 3 до 7 лет. Очередь у нас более 5000 с вами, это на детей от годика до 3. Это мы понимаем с вами, что, конечно, очень большая проблема сегодня в городе, и, в общем-то, глава города поставил задачу, что после того, как только мы исполняем указы президента, мы начинаем работать над другой проблемой, это пытаться открывать места, ясельные группы, так скажем, в тех дошкольных образовательных учреждениях, в которых такая возможность будет. Как идет прием в первые классы школ? Может быть, он уже завершился, либо еще продолжается? Нет, с 1 июля у нас идет запись первого класса на свободные места, так называемые. Открываемые в этом году 163 первых класса. Наполняемость этих классов будет составлять более 4000, по-моему, 4070 человек. И уже на сегодняшнее число, на 29, на вчерашний день, записано у нас 3637 человек. Поэтому места свободные, скажем так, еще пока есть, и родители постепенно идут. Но я думаю, что самые нерадивые родители у нас придут в числа 30-29 августа. Те, кто не по прописке идет в учебные учреждения, будут, да, для них места? Я уже сказал, что это... Это школа, это гимназия? Нет, мы с вами понимаем, что есть свободные места, это те свободные места, которые сегодня не востребованы. И поэтому в центральной части города у нас таких мест, мы понимаем с вами, ограниченное количество. И я думаю, что на всех желающих их все равно не хватит. Хорошо. Расскажите, семьи с небольшим уровнем дохода, так называемые малоимущие, могут ли рассчитывать на какую-то помощь при подготовке ребенка к школе? Да, действительно могут, но, во-первых, с прошлого года область провела, скажем так, конкурс на приобретение ученической формы. Эта данная форма, она изготовлена и сегодня доставлена в город Нижний Тагил. Есть у нас определенные претензии, конечно, к данному заказу, но мы сегодня над этими претензиями работаем. И к первому, я думаю, что сентября данная форма, она будет выдаваться ребятишкам, детей будут одевать. Те семьи, у которых прожиточный доход в семье не дотягивает до областного уровня, он определен, постановление правительства меняется каждый месяц, просто можно посмотреть. Они могут обратиться сегодня в управление социальных программ семейной политики, и, в принципе, мы можем оказать материальную помощь, и родители могут ей воспользоваться. Кроме того, мы знаем, что в городе немало акций проводится «Собери ребенка в школу» и «Нижний Тагильская епархия», так что тоже могут воспользоваться. Да, конечно, да. У нас вся эта информация, она есть на сайтах, и любой родитель, в принципе, может обратиться в эти организации, они тоже помогают. Расскажите, как у нас обстоят дела с проведением конкурсов на организацию питания в школах, в детских садах? Ну, здесь, конечно, все мы понимаем, есть закон, который мы обязаны исполнять. Да, действительно, конкурсы сегодня объединенные, так скажем, они у нас проведены. Ряд конкурсов не состоялись, по ряду тех причин, что ни одна организация не заявилась, поэтому мы их сегодня заново перезаявляемся и продолжаем работать в этом направлении. Да, действительно, у нас есть сегодня так называемый список неблагонадежных компаний, те, которые работают у нас на территории города, в том числе и в образовательных учреждениях, в загородных наших лагерях. Поэтому ищем законные пути и методы, каким образом на них можно воздействовать, но уже в нынешний день воздействуем. Такая возможность у нас есть. И я думаю, что 1 сентября данная проблема, она должна будет быть снята. Ну, то есть известно, что согласно закону выигрывает фирма, которая предлагает по стоимости наименьшую цену. То есть соотношение цена-качество, как-то администрация города все-таки будет проверять? Нет, ну, во-первых, мы этим уже занимаемся последний, по крайней мере, год. У нас для этого есть и отдел по потребительскому рынку, те, которые нам идут в помощь. Во-первых, нам не отказывает сегодня и Роспотребнадзор, когда мы обращаемся, чтобы совместно выходили на проверки. Потому что сегодня администрация единоличная, и в том числе администрация образовательного учреждения, они не могут идти и проверять питающую организацию. Вот, мы сегодня настаиваем, в общем-то, чтобы во всех образовательных учреждениях были созданы так называемые брокеражные комиссии. В данные брокеражные комиссии входят как родительская общественность, медицинские работники. И, в общем-то, право школы туда вводить, в данную брокеражную комиссию, любую кандидатуру, это их право, никто ее не отнимал. И она, данная брокеражная комиссия, может ежедневно, в любое время приходить, скажем, на кухню и проверять и закладку, и теми продуктами, которые получают, и теми продуктами, которых кормят сегодня детей. Право такое у них есть. Да, в детских загородных лагерях в этом сезоне как раз тоже были замечены нарушения в организации питания детей. Все ли они устранены? Да, действительно, в этом году их, слава богу, не так много, но они были, к нашему сожалению. И над этими замечаниями мы, конечно же, работаем, работаем постоянно. И там, где были у нас замечены в двух лагерях, скажем так, недовложения, объем порции не соответствовал тем показателям, какие должны быть, то, в общем-то, все это фиксировалось, есть специальный блокиражный журнал, где это все записывается. И на момент расчета с данной питающей организацией просто-напросто эти деньги и мне проплачиваются. Как в целом идет летняя оздоровительная кампания без каких-либо ЧП? Да, надо сплюнуть, конечно. Да, действительно, в этом году мы более-менее спокойно живем. Мы с коллегами выезжали, в этом году опробовали, скажем так, новую форму. У нас дети отдыхают в городе Березовском и в Нижней Салде, в санаториях. Поэтому комиссионно выезжали туда, смотрели те условия, которые созданы для детишек там и как их кормят в том числе. В общем-то, мы остались довольны, ребятам там тоже нравится. Поэтому я думаю, что данную форму мы будем развивать и дальше, потому что все мы понимаем, что то количество детей, которые хотят и которые необходимо оздоравливать, мы на территории города сегодня это сделать не можем. Вопрос ремонта, может быть, строительство новых загородных лагерей пока не рассматривается уже на следующий сезон? Нет, вот все, что касается строительства и таких очень больших, крупных, скажем так, ремонтных работ, они, конечно, не предусматриваются. Мы заявку, хотя заявку мы даем постоянно на те корпуса, которые у нас закрыты в действующих наших лагерях. И, в общем-то, если мы их отремонтируем, то мы на порядок можем увеличить, так скажем, объемные показатели по оздоровлению детей. Вот над этой проблемой мы работаем. И, в общем-то, сегодня была первая, скажем, рабочая встреча и с председателем законодательного собрания Вячеслава Викторовича Погодина. Мы как раз на эту тему и говорили о необходимости, все-таки, городу Нижний Тагил утвердить гораздо большую сумму на данные виды работ, в первую очередь на восстановление старых корпусов. Вот эта работа ведется сегодня. Хорошо, Валерий Георгиевич, давайте о подготовке к Дню города поговорим. С нетерпением, я думаю, все тагильчане ожидают этот праздник. И начнется торжество уже 6 августа с открытия обновленной Лисии горы. Расскажите, как это будет? Мероприятия Дню города, они начнутся уже сегодня. Это подведение, считай, итоговый фестиваль молодой семьи. Это фестиваль авторской песни Сергея Менина в Антоновском. Это начинается все сегодня. А вообще, да, если говорить о ряде крупных таких интересных, я бы сказал, мероприятиях, которые пройдут, это, в первую очередь, открытие Лисии горы 6 числа. Здесь мы должны честно сказать всем горожанам, что данный объект – это заслуга только главы города. Потому что, если бы не его упорство, то, я думаю, что этого объекта бы и не было никогда. Да и как и остальных объектов, честно говоря. Здесь все тагильчане, если мы утром, вечером, днем проезжаем, мы все видим, что у нас на горе очень много людей в последнее время. Всем интересно, все ходят, все смотрят. И само открытие, оно пройдет в 16.00 6 числа. И, в общем-то, я приглашаю всех тагильчан, кто будет свободен, поучаствовав в этом. Поэтому я уверяю всех, что будет очень интересно. А внутрь башни можно будет уже зайти? Можно будет. Внутрь башни. Башня будет открыта, и любой желающий может вовнутрь зайти и посмотреть ту выставочную экспозицию, которая будет там выставлена. Это будет. И все, что будет происходить у подножия горы, это тоже будет очень интересно. Затем второе мероприятие, которое пройдет тоже на этом же объекте, это гулянь на Лисе горе. Это у нас традиционный, скажем так, праздник. Он проходит до 8 числа. Это день города. Там будет ряд проходить мероприятий. То, что будет установлена сценическая площадка, на ней будут работать наши коллективы. И, в общем-то, очень много будет интересного здесь. Затем на тех, скажем так, площадках, которые сегодня сделаны и оборудованы для людей, это, скажем так, сцена импровизированная, это зал импровизированный. И третья площадка импровизированная, это уличное кафе, так называемое, где будут стоять стольки, и желающие горожане могут посидеть, попить чай, кофе, коктейли, пожалуйста. Это будет все сделано. А уже по окончанию основных мероприятий, это будет где-то примерно в 17, наверное, 30, впервые в городе Нижний Тагил у нас пройдет турнир по смешанным единоборствам. Это, как в простонародье говорят, бои в клетке. Вот, восьмиугольная, устанавливан ринг восьмиугольной сетке. И пройдет личное первенство по смешанным единоборствам, где будут участвовать, в общем-то, спортсмены городов, не только, скажем так, Свердловской области, но и представители из Тюмени, из Казани должны подъехать. Они изъявили желание тоже выступать здесь. Данное мероприятие у нас проводит Лига единоборств. Еще один подарок тагильчане получат к Дню города, это обновленный драматический театр. В нем уже пройдет городское торжественное собрание. Расскажите, вот, может быть, приоткроете тайну, как оно будет проходить? Нет. Все-таки это открытие театра. Значит, это не открытие. Открытие театра у нас будет 3 сентября. Это у нас городское торжественное, так называемый технический прогон драматического театра, где мы будем смотреть и видеть, как работает то новейшее оборудование, которое установлено в театре. И, конечно же, сейчас глава поставил задачу так, чтобы попытаться все, что будет происходить внутри, попытаться вынести это на экран. Все мы с вами видим, что идет реконструкция трибуны. И заднику трибуны теперь, все, что касается баннера, его там больше не будет. Там будет установлен большой 7 на 13 экран, на котором будет демонстрироваться, по крайней мере, хотим показать то, что будет происходить внутри театра. А так, в дальнейшем это будет экран использоваться на все мероприятия, в том числе на 9 мая, которые будут проходить. В ходе городского торжественного собрания обычно вручаются награды разных уровней. Расскажите, в этом году что это будет? Ну, вообще планируется сценарно, это уже тоже традиционно. Это, конечно же, вручение звания почетного гражданина города Нижний Тагилл. Все мы с вами знаем, что в этом году данного звания удостоена Сиенко Электридович, генеральный директор Уралвагонзавода. И не буду сегодня озвучивать, но я думаю, что он это озвучит сам, когда будет у нас на торжественном мероприятии, какой подарок он сделал городу Нижний Тагилл. И затем у нас за заслуги перед городом, я думаю, что тоже данный знак будет вручаться здесь же, на городском торжественном собрании. И затем мы все с вами знаем, что прошло, пройдет во вторник подведение итогов объезда, это как бы итоговый, скажем, финал конкурса, и победители по всех номинациях в рамках Дня города будут награждены на городском торжественном собрании. У нас таких номинаций 30, поэтому 30 победителей будут награждены тоже здесь же. В общей протяженности торжественного собрания, я думаю, около двух часов будет, не меньше. И это смогут увидеть все тагильчане, да, на этом экране? Задача такая, поставлю на главу города, чтобы все это видели на экране. Потому что попасть в театр, все мы понимаем, смогут 450 человек, больше не попадут. Хорошо, давайте поговорим о мероприятиях, которые ждут тагильчан 8-9 августа. 8-9 августа. 8-го, понятно, это праздничный день, у нас очень будет много мероприятий. Я уже говорил, это гуляния на Лисе горе. Затем у нас плавно мероприятие переходит в парк Бондина. В парке Бондина будет очень много различных площадок, где будет задействовано очень много и жителей города Нижний Тагил, и тех людей, которые придут просто отдохнуть с семьями. Парк будет работать до 24.00 8-го числа. Поэтому я приглашаю всех тагильчан прийти и отдохнуть просто со своими семьями в парке Бондина. Праздничный фейерверк будет? Праздничный фейерверк будет. Но до праздничного фейерверка у нас с вами будет 5-часовой концерт за кинодосуговым центром «Современник». Сценарно там все это уже будем устанавливать. Тоже будут определенные сюрпризы для тагильчан. Озвучивать я их тоже не буду. Когда они придут, они сами это увидят. Я думаю, что останутся все довольными. По крайней мере, все, что на сегодняшний день было задумано, Сергею Костяновичу все утверждено. Поэтому мы запустили машину в полной готовности показать все. В 23.00, как и мы говорили, будет праздничный фейерверк. Будет он у нас идти с нескольких точек. Это будет тоже очень красиво. Поэтому я хотел бы, чтобы все тагильчане это увидели. Но все-таки расскажите, какие-то приглашенные звезды эстрады будут или нет на концерте? Я же сказал, что это сюрприз для всех тагильчан. Хорошо, пускай останется сюрпризом. Но пригласили мы еще делегации из городов-побратимов. Расскажите, какие гости приедут к нам на этот праздник? Да, действительно, мы пригласили всех наших побратимов. У нас их шесть городов. Это Новокузнецк, это Кривой Рог, это Хеп, Франтишковые лазни и Мариинские лазни. На сегодняшний день подтвердили свой приезд две делегации. Это Новокузнецк и Хеп. Все, что касается их пребывания на территории города Нижний Тагил, программа вся полностью отработана с ними. Поэтому я думаю, что здесь у нас проблем не должно, по крайней мере, быть. Но все может быть, могут просто-напросто, время еще есть, и заявиться еще и на следующей неделе. У нас такое уже было, что за два-три дня заявляются, что приедут. Спасибо вам за беседу, Валерий Георгиевич. Остается вам пожелать удачи в подготовке к этому празднику, потому что для тагильчан это праздник, а для городской администрации, наверное, непростой труд. Да, а что делать? Хорошо, и вам остается только попрощаться. До свидания, уважаемые тагильчане. Ну а у нас на очереди новости спорта о подводе в итоге недели. Старый Соболь Старый Соболь начал принимать заявки на чемпионат города по стритболу. Он пройдет 8 и 9 августа на площадке перед администрацией Ленинского района. Организаторы планируют установить 20 стоек. Традиционно ожидается визит спортсменов из других городов. Соревнования стали настолько популярными, что уже в 16-й раз собирают любителей уличного мяча в день города. В этом году они пройдут в 22 категориях, в том числе в семейные, вип-персон и воспитанников детских домов. Заявки принимают до 17 часов 6 августа. Подробную информацию щите на официальном сайте баскетбольного клуба. старыйсоболь.рф Тагильские грибцы выступят на мировой арене. По итогам чемпионата России сформирован состав российской сборной для участия в чемпионате мира. Он пройдет с 16 по 20 августа в Лондоне. Наш город будут представлять воспитанники Уральца, призеры Олимпийских игр в Пекине, Михаил Кузнецов и Дмитрий Лорионов. Компанию им составит молодой спортсмен Никита Губенко. Михаил и Дмитрий будут выступать в соревнованиях каноэ-двоек. Никита попробует занять пятистал почета среди байдарочников. К слову, также наши каноисты заявлены на два этапа Кубка мира. Они пройдут в Испании и Франции. Турник станет для спортсменов подготовкой к главному старту. Не отстает от именитых спортсменов и младшее поколение. Накануне на первенстве России среди юниоров до 24 лет тагильчане завоевали две медали. Никита Губенко стал третьим в личной гонке, а также вместе с Владимиром Камешкиным. И Дмитрием Гоголевым стал чемпионом в командной. Тагильский летающий лыжник блеснет на гран-при летнем аналоге Кубка мира. 19-летний Вадим Шишкин включен в состав национальной сборной для участия в первом этапе. Такое решение по итогам контрольных тренировок во время сборов в нашем городе принял главный тренер Матьяш Запан. Воспитаннику Аиста удалось попасть в четверку сильнейших спортсменов. Напомню, престижные соревнования пройдут в польском городе Висла в ближайшие выходные. На большом трамплине запланированы командные и личные выступления. Уралочка НТМК готовится к юбилейному сезону. Для волейбольного клуба он будет уже 50-м. Главный подарок спортсменки сделали себе сами. Спустя четыре года вновь будут играть в Лиге чемпионов. К тренировкам девушки приступили в середине июня. В июле вместе с молодежкой отправились на сборы в Олимпийский центр стойки в Беларуси. С 4 по 9 сентября уралочки примут участие в предварительном этапе Кубка Победы в Череповце. Соперницами нашей команды станут Амичка, Северянка, Приморочка и Ярославна ТМЗ. В первом матче в рамках чемпионата России 16 октября тагильские волейболистки будут принимать оппоненток из Воронежа. Таковы итоги недели. О главных спортивных событиях города расскажем в понедельник. Анна Хабарова, Павел Соложнин, Новости спорта, Тагил ТВ. Такой была неделя в Тагиле. И мне остается напомнить, вы можете стать соавторами нашей программы. Если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefestv.ru. Смотрите нас на круглосуточных каналах Тагил ТВ, в сетях МТС, Ростелеком, в сети Тагила, Конвекс. Новости выходят в 23.00, 3 часа ночи, 7 утра и 12.30. Всего доброго и хороших вам выходных.